вы смотрите передачу реновации новостройки москвы и мы с вами находимся на затонной улице дом 6 ну и соответственно район нагатинский затон ну а исторически это собственно говоря 7 квартал нагатина но и на этой улице затонной все довольно просто здесь осталось 10 пятиэтажек и все они попали в реновацию надо сказать что они все блочные кроме одного дома кирпичного который собственно там затесался вот ближе к якорной улице все и вот кстати один дом перед нами 9 корпуса 1 но дома блочную он был построен в 362 году ну вообще все дома здесь были построены в первой половине 60-х годов ну то есть тогда когда собственно в 3660 году вскоре после того как нагатина вот эта местность вошла в состав москвы но до этого соответственно было подмосковье московная деревня нагатина была вот так сказать что на затонной улице вот она перед нами кстати проезжая часть находится 29 жилых домов ну то есть по сути почти 30 до ну из них вот 10 пятиэтажек то есть ровно одна треть и вот на остальные соответственно 9 и 12 этажные дом кирпичный которые соответственно не попали в реновацию но девятиэтажки поняли тут не попали да но 12 этажки они по определению нигде не попадают 9 этажки надо попадает и так это дом 9 корпус 1 блочный дом 1962 года постройки и дальше они вот так вот будут идти один за другим 5 корпусов вот так вот в рядочек 1 ты дальше туда это 9 корпус 2 но и так далее до 5 корпуса вот 5 домов сразу и и конечно же они все попали в реновацию 9 корпус 2 соответственно тоже дом 62 года постройки ну знаете тоже какие пространства конечно летом тут все утопает зелени сейчас конечно немножко по-другому ну 9 корпус 3 чуть попозже помощь третьем году был построен вот ну принципе почти одно время но чуть-чуть там небольшие как бы разница буквально там 12 года ну когда была такая массовая застройка вот этих кварталов потом уже чуть попозже 9 этажки добавили ну а потом уже 12 этажные ну все как бы идет по нарастающие ну как по сути в любом другом районе москвы и так это 9 корпус 3 затонная улица юг москвы район на гатинский затон это 9 корпус 4 так ну это такой детский сад чем такой довольно современный наверное не будут его уже чё с ним делать так оставит а там вот школа я так понимаю даже дальнейшкольник и так это 9 корпус 4 ну и последний дом 9 корпус 5 и кстати вот это дом он кирпичный единственный кирпичный я вот говорил и как раз вот это он и он самый есть как раз 9 корпус 5 как-то вот записался тут вдруг ну кстати год точно такой же ты 64 но почему-то вот решили один дом сделать кирпичный вот он идти кирпичный дом все вот ну теперь немножко вернемся назад сейчас нам нужно 5 дома у них точно такое же расположение то есть тоже 5 корпусов до 5 корпус 1 2 и до 5 вот ну и соответственно и находится они тоже в общем примерно так же между ними вот этот девятиэтажный кирпичный дом находится вот ну и вот и соответственно детский сад школа там вот это все вот так что вот это вот сразу будут сносить ну конечно для застройщика это довольно таки удобно в принципе да все таки сразу опять домов до 1 5 расчетом 5 то есть вот так конечно большое пространство освобождается понятно вот все таки здесь довольно так а плотно застройка конечно когда сразу несколько домов то это конечно довольно выгодно всегда ну вот еще раз 9 корпус 1 62 года постройки дом все это блочные дома типичные хрущевки и там он как раз выходит непосредственно проезжую часть но мы идем к пятым домам вот они уже собственно за этим седьмым домом между ними и они в общем точно такие же тоже все блочные и построены 62 по 65 год вот этот непосредственно как раз 9 корпуса один дом выходит на проезжую часть и он самый такой ранний дом 1662 года постройки ночью стали сразу застраивать то что около проезжей части но потом стали уже чуть-чуть продвигаться до вглубь квартала напоминается и мой квартал нагасина и так это 9 корпус нет 5 корпус 1 и следующий дом 5 корпус 2 точно такой же только построен был на год попозже в 1663 году тоже блочный следующие 9 корпус 3 вот тоже точно такой же тоже блочный только еще построен еще на год попозже в 1664 году это 5 корпус 3 ну и последние дома вот это 5 корпус 4 следующий корпус 5 они были построены в 1665 году то есть еще на год попозже вот так вот шли от проезжей части и дальше сюда вот уже вот это вот девять пять семьи кори 9 5 5 корпус 4 9 мужа смотрели 5 корпус 4 вот эти какие прогулочные дорожки тоже вот смотрите какие пространства вот ну и вот следующий дом 5 корпус 5 он фактически уже выходит на якорную улицу там она как раз заканчивается вот ну или начинается как угодно в общем но чистится он именно по затонные улицы вот вот так 5 корпус 5 все вот 10 домов да то есть 5 корпуса 1 с 1 по 5 и 9 тоже корпуса с 1 по 5 вот эти все 10 домов в итоге они попали в реновацию на затонной улице и как мы видим пока никаких работ по реновации здесь не началось не проводится и стартовых площадок в этом микрорайоне или квартале пока нету ну вот как раз здесь вот и якорные улицу вот проезжая часть тоже немножко здесь она заканчивается все вот она здесь она тупиковая такая вот до себя доходит и все на этом она заканчивается вот она проезжая часть ну и дальше там она уже пересекается до строительную улицу ну но со строительным уже были поэтому я здесь не смысла нет еще раз я показывал же дома при новаться которые там попали поэтому еще раз уже не буду